В Нарьинмаре с начала года комиссии по делам несовершеннолетних составлено 154 протокола об административных правонарушениях. Из них почти половина связана с употреблением алкоголя как подростками, так и взрослыми. Данные цифры незначительно ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подробнее расскажет Александра Литкова. За прошедшие 9 месяцев городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав проведено 17 заседаний, на которых были рассмотрены 228 персональных дел. Всего наложено штрафов на сумму более 100 тысяч рублей. Согласно проведенному анализу, ситуация по сравнению с прошлым годом незначительно, но улучшается. За 9 месяцев 2020 года из 154 протоколов об административном правонарушении, за которые у нас вынесены были решения о назначении административного наказания, 66 протоколов были связаны с употреблением алкогольной продукции, что составляет почти 43%. Это не очень большой процент в общем числе рассмотренных протоколов. Из них 32 протокола – это когда употребляли алкоголь несовершеннолетние, и 34 протокола – когда сами родители употребляли алкоголь. В Нарьенмаре на сегодняшний день в социально опасном положении находятся 9 несовершеннолетних и 20 семей, в которых воспитываются 49 детей. 9 подростков и 8 семей признаны комиссией, вышедшими из социально опасного положения. В основном, да. В основном у нас первопричина, конечно, признания в социально опасном положении – это является алкоголизм родителей, и чаще всего это даже мамы пьют, употребляют алкоголь. Да, и не все признают проблему. Конечно, проще работать, когда сам человек признает это проблемой и откликается на те мероприятия, на те предложения, которые к нему направляются. Но, к сожалению, не всегда это происходит, либо происходит через определенное время. Снижение количества составленных протоколов, связанных с употреблением алкоголя подростками, по мнению специалистов, сокращается как вовлечением детей в спорт, так и регулярными профилактическими мероприятиями. Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав налажено постоянное сотрудничество с учебными заведениями, Центром занятости населения, полицией и другими организациями. У нас проводятся совместные профилактические мероприятия в соответствии с планами, постановлениями, направленные на имя выявления несовершеннолетних, находящихся в ночное время, которые употребляют спиртные напитки и ведут антиобщественный образ жизни, допускают также употребление психотропных наркотических веществ. Эффективность мероприятий есть, потому что несовершеннолетние у нас и в ночное, и в вечернее время гуляют, совершают правонарушения, преступления. Также в ночное время они могут стать субъектами преступления, также стать и объектом преступления. Что касается Заполярного района, то здесь только в сентябре комиссии по делам несовершеннолетних было составлено 20 протоколов, из них 12 в посёлке Нельминнос. Большая часть административных правонарушений связана с употреблением алкоголя подростками в общественных местах. За это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Несовершеннолетние, которые допускают употребление спиртных напитков до 16 лет, за них несут ответственность родители или законные представители. То есть, либо они допускают употребление, либо появились в состоянии алкогольного опьянения, за них несут полную ответственность родители. По статье 20.22. А кому уже есть 16 лет, то есть достигли возраста административной ответственности, они уже несут ответственность сами. По статье 20.21, по 20.20 – это распитие в общественных местах, где не предусмотрено закон, и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. По статистике, больше всего правонарушений происходит поздно вечером или ночью. Поэтому стражи порядка напоминают о действии комендантского часа. С 22 часов до 6 утра дети до 18 лет не должны находиться на улице или в общественных местах без сопровождения родителей или законных представителей.